Вы смотрите Вести Чувашия. Продолжаем выпуск. В Чебоксарах открылась выставка, посвященная 80-летию народного художника Чувашии, заслуженного художника Раскии Праски Вити. Там побывал и наш корреспондент Александр Осипов. Знаменитым на всю страну и остепененным почетными званиями Праски Вити стал еще до приезда в Чувашию. Родная земля раскрыла его творчество и талант новыми, с совершенно неожиданными гранями. После чего он стал узнаваем везде. Его работы ценят, изучают и выставляют в музеях и залах разных стран. Праски Вити отмечает, многие известные художники свои лучшие работы создавали к 80-ти годам. В подтверждение этого представил целый ряд циклов с новыми образами на ранее не затронутые темы. Праски Вити – художник, изображающий невидимое. Для него важны не конкретная, а идея, не объект, а его содержание. Исходя из этого, конечно же, мы можем пытаться внести изображительное искусство в эти категории, чтобы картина была глубоко осмысленная и содержала нечто, нечто, которое бы говорило о человеке, о его способности мыслить, ощущать. То, что я сделаю, оно существует даже вне меня. Оно здесь. Я просто его обнаруживаю и перевожу на язык изображительного искусства. Удивительная атмосфера на выставке Праски Вити. Кажется, все говорят одновременно, но слушая друг друга, и все об одном – о картинах, мыслях и личности художника. Его поздравляют деятели искусства и литературы, коллеги, целый ряд министров во главе с председателем правительства Иваном Маториным. Артисты поют любимые песни юбиляра. Земляки вручили документ о присвоении школе в селе, где он учился, имени художника Праски Вити. Я очень хочу, чтобы Чавашия признала при жизни, что Виталий – гений. Самое малое – сделать его или зал, или музей. Многие живописцы мечтают об этом, а среди нас, наверное, достоин вот это – Виталий. Он и как европейский художник, и национальный художник, и русский – в нем все есть. Александр Осипов, Сергей Мышев, Вести, Чавашия.